Дорогие друзья, всем добрый день. У нас солнечное прекрасное воскресенье. Всех поздравляю с праздником, с благовещением. А прабабушка всегда говорила, что в этот день даже птичка гнездо не вьет. Поэтому сегодня ничего делать нельзя, работать нельзя. Мы не собирались. В воскресенье обычно и так ничего не делаем. Мы выехали из дома. Сейчас 2 часа дня. У нас плюс 22. И едем сначала в центр наш. Посмотреть, есть ли там мороженое. Хотим взять мороженое и наверх мы потом поедем в парк. Посмотрим. Может в центре еще немножко погуляем по настроению. Тепло, замечательно, птички поют. В общем, все прекрасно. Едем. Слушайте, здесь на улицах вокруг центра еле нашли место, чтобы прибарковаться. То у нас машина не помещается, потому что маленький кусочек оставили. Потому что у нас машина такая длинная. То есть, вот это вообще места нет. В общем, вскоре пополам место нашли. Идем аж туда вот вниз, где церковь. Там уже центральная площадь, где мороженое продают. Потому что погода просто замечательная. Над ним стволом. Тепло, тепло. Написано по прогнозу, что у нас дождик вечером, может быть, вечером, ночью. А завтра вроде опять плюс 23 где-то. Завтра у меня весь день будет в домашних делах. Хочу поубирать. Стирку закинуть. Голову хочу помыть. В общем, такие вот планы. Дима завтра уезжает в город Хирзен. Это дальше от нас. Дальше от этого работы. Там у него другой проект. Поэтому завтра он там будет весь день. А я буду дома заниматься делами. Все, идем вниз. Кстати, дорогие друзья, по поводу вчерашнего видео, где мы смотрели квартиру, писали там комментарии, что если не совпадают даты заезда-выезда, можно договориться с вашим нахмиттером, мой нахмиттером, фирмиттером, чтобы там поменять даты. Скажу сразу, чтобы не было этих вопросов. Кто-то говорил, найдите людей, которые заедут после вас в эту квартиру. Наша квартира сейчас стоит на продаже. Я не знаю, если мы съедем. Будет ли она еще не продастся, и мы уже съедем. Будет ли кто-то сюда заезжать? Скорее всего, нет, как он сказал. Поделиться дома. Поэтому никого искать, конечно же, мы не будем. Вообще не знаю, кто будет заезжать, если квартира стоит на продаже. Это все не так просто. И там, где мы тоже, если люди говорят, что им с 1 мая нужно, чтобы кто-то заехал, мы с ними невозможно договориться. Они просто найдут следующих людей, которых строит эта дата, потому что они делают, чтобы им так было выгодно. Это самое главное. Ну, а мы уже будем искать. Писали тоже, что невозможно будет найти за 3 месяца. Можно найти. Есть некоторые квартиры, конечно, их меньше, которые, например, сейчас смотрят с объявления. Они сдаются с 1 августа. И нас тут устраивают. Так что так. Будем потихонечку искать. Здесь какой-то движняк в центре. То ли ярмарка тут была. Ну, не ярмарка, которая обычная ярмарка. Она вчера была. А здесь что-то другое. То ли какие-то выставки. А, да, поэтому с той стороны, да, дорога была перекрыта. Мы не могли заехать. Потому что здесь это типа как барахолка, наверное, вот это. Я не знаю, что это вообще. А людей посмотрите сколько. Я в шоке. Мы от нашего дома отъезжали. Там вообще тихо-тихо. Ни одной живой души. А здесь просто море людей. А, здесь какой-то праздник, смотри, да? А я еще Диме говорю, интересно, мороженое сегодня продают. Работает кафе. А там все полная очередь. Смотрите, какая замороженная. Сейчас будем, наверное, ждать тоже. Здесь кто-то поет, танцует, играет на музыкальных инструментах. Там еще что-то происходит. В общем, людей очень много. А мы даже не знали, что здесь какой-то праздник сегодня. Думали, что этот... Думали, что просто придем погуляем себе. А тут людей, оказывается, так много. Смотрите, замороженным сколько. Или это не замороженным. А, вот с той стороны мороженое. Пойдем посмотрим. Стали в очередь за мороженым. Стоим, ждем. В кафе мы, конечно, не посидим, потому что все полное. Ну, хотя бы мороженое здесь. Ну, что какие-то концерты. Это детские. Вот, смотрю. Клоуны, фокусники. Интересно. Я даже не знала, что у нас тут. У нас, наверное, тут каждое воскресенье что-то происходит. Просто мы там дома не видим оттуда, что здесь за движение всякие. Интересно. Так вот у нас очередь. Вот аж там вдалеке. Чтобы увидеть прилавок. Здесь пока мы дойдем, мороженое не закончится. Все сидят, отдыхают. Наша мороженое. Я взяла свою любимую страцителлу и этот арбуз. Очень хочется арбуз уже. Хотя бы мороженое. А у Димы, как всегда, шоколадное. Сколько мы заплатили? 6 евро за оба? 6 евро за оба мороженых. Так что все. Идем дальше. Погуляем. Пойдем мороженое. Вот, ну, шары надувают. Людей море. Там что-то тоже происходит. А сколько людей здесь не видела в центре еще. Очень много людей. О! На что? Дюйду! Грера! Дюйду! Дюйду! Грера! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот, ой, мы насмеялись там по другому поводу Мы просто сначала вообще не поняли, что это за мероприятие Оказалось, что я пока с мод устроила магазин одежды, который вот этот большой А сейчас хотим зайти в Вольворд, он открыт оказывается сегодня Посмотрите, что там есть интересное Мы просто походим, погуляем по нему Друзья, мы уже вышли из Вольворд, там что-то интересного не обнаружилось Идем в сторону машины И хотим все-таки поехать в парк наш, погулять немножко в тишине Потому что здесь очень громко, очень многолюдно Я думаю, что я в парке, людей достаточно, потому что дня воскресения, тепло Посмотрим, немножко прогуляемся и потом уже пойдем домой Готовиться к следующей рабочей неделе Пошли с этой стороны, чтобы поменьше людей Вот там через площадь, пока пройдешь Вот, чтобы снимаю для вас И собака, ладно Все-таки приехали в парк Машин тут тоже так нормально, почти вся парковка занят Я думала, все в центре В парке никого, оказывается, нет Тут тоже есть люди Сейчас пойдем Вон там кто-то рыбку ловит Вот У нас тоже, мой папа сегодня был на рыбалке Там в Украине Это как раз звонила, маме спрашивала Она говорит, да, поймали карасей Там штук 10-11 и щуку У нас на ЛПГ Нерес начинается с 15 апреля И начинается запрет на ловлю рыбы Сегодня еще можно было И вот папа поехал Мы ему подарили лодку В прошлом году Или так, в прошлом году на день рождения, по-моему И все, он довольно счастливый Ездил сегодня на рыбалку Со своим первым зятем С мужем моей сестры Вот Пойдем сейчас прогуляемся Ой, тут Катя, сына, птички поют Ветерочек, хорошая погода Я не очень люблю такие столпотворения Как у нас сегодня в центре Я так могу там полчаса погулять Больше я не выдерживаю Мне уже хочется куда-то в тишину На природу Дима тоже не любитель Поэтому мы в этом, конечно, сошлись Были мы любители, мне кажется Но, наверное, в молодости еще Когда мне было лет двадцать Конечно, мне нравилось такое Такие всякие движения Топы, концерты Все это сейчас Но так как-то не особо Даже не то, что сейчас Наверное, последние лет десять Точно нет Где-то лет с двадцати пяти У меня как-то началось такое больше Желание Гулять на природе Дышать свежим воздухом Ни на какие-ни концерты Где там курят вокруг Там пьют, еще что-то Вот как-то так Последние лет десять Получается таким образом Вот Дима идет И будем сейчас гулять Немножко погуляем буквально Не знаю, полчасика И будем идти домой Будем обедать У нас еще рыбка осталась Со вчера Очень вкусная Вот эта селедка Которую мы купили в Микс Маркте Свежую Малосольную Копченая рыбка Тоже вкусная Так что сегодня еще картофель есть Будет у нас опять пир Ну иногда мы себе такое позволяем Это где-то бывает Наверное раз в два месяца Обычно у нас немножко Такое питание Больше правильное Наверное что ли Вот Все Идем гулять Смотрите здесь все грилят Вот это гриль зона Здесь В парке Здесь тоже можно В общем Везде Но мы Как-то Здесь не особо У нас есть гриль зона Дом Пока Так что А? Сушечек Не хочу Дима говорит Слушай, я тебе цветочек сорву Не надо Пусть цветочки растут себе Желтенький А как он назывался? Это Типа дуванчик Но который уже не дуванчик Красивый Смотрите Дорогие друзья Мы же приехали домой Погуляли И хочу вам показать Что вчера все-таки Постригли газон Но постригли его не мы Так получилось Вообще случайно В прошлом году Еще владелец дома Нанимал парня Он стриг здесь Внизу Там Вот то что относится к дому Вся территория Вот И наш газон Тоже стриг И вообще Как бы так По контракту По моему Прописан По договору Что Ним мы должны В общем это стричь Но мы уже тогда Долго они не стригли В итоге мы купились Чтобы у нас была Тоже вот эта машинка Газонокосилка И в итоге Стричь лесами Но вчера только Дима собирался стричь Вечером так Думал Можно спускаться Вытаскивать Все эти провода Машинку Все И Сын Новодельца дома Сверху крикнул Говорит там Парень стрижет Можно он вам Пострижет Говорю не можно А нужно Как раз вы вовремя И так получилось Что Дима не стриг Парень прошелся Вот здесь все Хорошенько постриг Этот газон тоже Смотрите какой красивый Все идеально Халло Дима здесь Заливает масло В машину Мы приехали Вот только Так что Теперь у нас Тут такая красота А я еще планирую Принести Ну или Дима Или я Они легкие Принесем Два стульчика И столик Которые для террасы Они у нас в подвале И Мне нужно будет Еще разбираться С этими горшками Так я ничего не рисовала Буду что-то сажать Тут не буду У меня начинает Назревать Желание Выбросить все Вот этот я точно Буду выбрасывать Что он вообще Уже страшно Этот горшок А с вот этим Пока думаю Может быть В этот все-таки Что такое Допустим Посажу Посмотрим Ну и здесь Поубираю немножко Завтра Если дождя Не будет Потому что Как-то пасмурно На вечер Ночь Планируется дождик И наверное Завтра тоже Будет Не знаю Может быть Будет Хороший Халю Халю Хорошая Этот Температура Но Может быть Пасмурно Ветрено Все Оставлю пока Дверь На проветривание Пока Дима Придет А я буду Сейчас Хочу сделать Картофель У нас есть Отварную Хочу его Зажарить С яйцом Так быстренько На оливковом масле Немножко Просто переспустить Так на сковородке Мне кажется Будет вкусно Все Прощаемся с вами До попозже Ну что Дорогие друзья У нас тут Такая поляна Все Что осталось Не осталось Со вчера Я вот поджарила Эту картошечку Которую вчера Отваривала Добавила Пару яиц Укроп И очень вкусно Получилось Здесь у нас Капуста Кимчи И обычная Квашеная Сделала Вот такой соус Из сметана Укроп И чеснок Пару кусочков Сельди Осталось Сейчас Дойдем Это рыбка Салака Которую я Вчера Обжаривала Как я ее Жарила Многие писали Спрашивали Как буду жарить Все как обычно Муки Туда соли Побольше И чуть-чуть Совсем Красного перца Молотого Туда закинула Рыбку Частями Закидывала Потому что Ее много было Это уже остатки И все Потом обжаривала На обычном Растительном масле До золотистой Кукурочки Получилось Очень вкусно Поэтому Мы конечно рады Что мы ее Вчера купили И вот эта рыбка Еще осталась Копченая Копченый лакс И окунь Все Будем сейчас Обедать Ужинать Уже практически Сейчас все черный хлебушек Нарежу И будем наслаждаться Все кто сейчас С нами ест Вам приятного аппетита Тоже И увидимся с вами Уже в следующем влоге До новых встреч Пока-пока